всем привет с наступающим всех новым годом так сказать сделала такое новогоднее оформление и вот решила себя порадовать на новый год подарками ну не только себя но и мой компьютер потому что для меня нет ничего лучше чем компьютерные запчасти и люблю компьютеры игры и это самый прикольный подарок и сегодня вам покажу что же я приобрела для компьютера новенького но купила пила джойстик logitech f310 у меня уже был один уже стал плохо работать хреново вот поэтому решила новенький приобрести вот следующий это мне нужно было давно дисплей порт кабель 5 метров а решила купить фирмы веком посмотрим что здесь написано срок службы три года полный бред короче срок гарантии один год китай ну подключила меня просто на моем мониторе без дисплей порта на я там играю в 4k но я в своем обзоре про монитор 4k samsung говорила что у меня по hdmi он показывает только 30 герц поэтому мне нужен был дисплей порт чтобы 60 герц а вот на 4k вот наконец-то я его себе прикупила так ну вот посмотрим кабель сам как выглядит все так сделано позолоченное и тут вот чтобы его вытащить так забирается как когда его вставляешь потом чтобы вытащить надо вот здесь нажимать так просто его не вытащить из монитора вот мне понравился этот кабель включила все хорошо работает один раз кстати я купила hdmi кабель и от него шли наводки полосы какие-то я ходила меняла в магазине вот такое но этого все хорошо все качественно я подумала что лучше взять этой фирмы вот так что тут на кабеле написано вот надпись и на самом кабеле так что вот такой хороший кабель ну конечно как только я включила через дисплей порт свой монитор 4k мне сразу показалось что ну конечно наверно 60 герц лучше конечно сразу стало изображение так так следующие термопасту хотелось бы процессора там посмотреть уже долго у меня компьютер я там ничего не делала где-то уже я его четыре года назад собирала и надо посмотреть как там у него дела обстоят но вроде по температуре все хорошо но думаю за столько времени все таки лучше поменять термопасту вот и так что вот такой вот я купила фирмы арктик кстати тут написано что просканируете и выиграете тысячи долларов каждый месяц не знаю из россии можно это отправлять можно попробовать так вот написано 8 лет долговечность вот но я еще посмотрела по тестам как вы видите 2019 года только новое совершенное издание вот я по тестам посмотрела и очень хорошие отзывы об этой термопасте вот кстати здесь написано и высокоэффективная термопаста высокоэффективность подходит для геймеров аверклокеров не проводящее не проводящее безъемкостное вот так что я решила все таки взять ее мне понравилось сколько тут 4 грамма понравились отзывы и все такое кстати можно посмотреть на шприц вот так вот все сделано ну посмотрим посмотрим ну вот а у термопасты вот здесь сзади даже вот тут у них написано 97 процентов довольных клиентов людям короче нравится эта термопаста карбон нейтрал вот посмотрим попробуем так так следующая моя покупка это жесткий диск Seagate Skyhawk 4 терабайта этот жесткий диск для видеозаписи без парковочных головок почему я покупаю этот жесткий диск потому что это у меня не первый такой жесткий диск они классно работают чем мне нравится уже одному у меня не знаю сколько года три-четыре наверное другому тоже год вот но я фанат фанат стерео фанат объемов чем больше у меня жестких дисков мне всегда есть чем загрузить вот и короче я обожаю жесткие диски тем более windows у меня стоит на твердотельным а вот а вся остальная информация на вот этих жестких дисков для видеозаписи за время сколько я ими пользуюсь они классно работают я на них играю в игры и не испытываю никаких проблем с тем что там нет парковочных этих головок меня там предупреждали типа вот но извините я отталкиваюсь от того что если этот жесткий диск сделан для круглосуточные записи с видеокамер он должен круглосуточно работать вот то есть я от этого отталкиваюсь что значит он лучше и по качеству и по всему если они говорят что парковочные головки типа нет парковочных головок что типа случае чего отключение электроэнергии он может навернуться но и у меня тогда вопрос если как видеокамера виде наблюдения круглосуточно работает если так бы жесткий диск навертывался то тогда бы у них и для чего вообще такие жесткие диски да если у них все бы набертывалась при отключении энергии все видеозаписи на смартфу это бред поэтому я тем более на своем опыте потому что у меня такие диски уже долго работают и показали себя высоким качеством я решила покупать именно такие вот кто-то говорит что надо твердотельные для современных игр но извините они стоят соответствующие но я не знаю уж насколько у разница но я совершенно нормально играю на этих hdd дисках и никаких проблем не испытываю абсолютно вот так что вот такой жесткий диск потом я еще отдельно сделаю когда его буду устанавливать вот так что это одна из моих любимых вещей для компьютера и кстати у меня электричество вырубалось было делом и ничего не случилось с этими жесткими дисками никаких проблем с парковочными головками ничего нет никуда ничего не полетела блин так что все работает замечательно поэтому я и продолжаю их покупать на фоне у меня как всегда мои попугайчики которые бесятся и мою цитурью параллельно пока я видео снимаю это я вам рассказываю для тех вот уже драку драку у них началась так что для тех кто не смотрел мои видео чтобы узнали кто это такие итак моя главная покупка это новая видеокарта а мд радеон 5700 xt gaming x 8 гигабайт gddr и с поддержкой pci express 4.0 это я как говорится взяла на вырост потому что сейчас на intel материнские платы с поддержкой intel пока что нету pci express 4.0 только на процессоры а мд но так как я являюсь фанатом intel потому что этот процессор никогда нигде меня не подвел и классные качества я все-таки предпочитаю покупать именно продукцию intel а вот может кто его знает может через год может через год появятся материнские платы с поддержкой пися и экспресс 4.0 с intel в целом кто его знает а если нет то и мне плевать так вот так что сейчас покажу покажу видеокарту ну а вот где тут она у меня вот она здоровая толстая да забыла сказать у меня сейчас моя видеокарта amd radeon r390 вот но я вообще сколько ей лет уже ну сколько только же четыре года до 4 5 не знаю а вот и я не ну совершенно нормально в ней на ней играла в разрешении 2к на ультра настройках и на 4к она может играть в определенные игры вот но тут возникла необходимость я загрузила игру с инжастис 2 и она даже на 2к начала у меня клинить все конечно зависит от игры потому что многие на 3к как к примеру сейчас этот black стад этот детектив классная игра у меня на 4к играет вот даже star wars играет на 4к но вот с инжастис 2 у меня возникли конкретные проблемы но еще контролл конечно игра control вот там вообще все ну я правда на 4к пыталась включать и там вообще все ну как бы играет но конечно это игрой не назовешь и я решила что пора уже пора поменять и видеокарту процессор пока все остальное я не меняю только пока что решила поменять видеокарту вот но это я сделаю отдельное видео отдельный обзор именно про видеокарту и вот она практически она такая толстая что занимает почти что три слота кстати на обзорах я смотрела и как-то мне внешний вид казался ну на видео как-то так не выглядит а вот в реале все гораздо лучше и красивше так что про нее я сделаю тоже отдельный обзор пока что я просто показываю свои так сказать новогодние подарки так что вот еще раз всех с наступающим новым годом надеюсь вы тоже себя на новый год чем-нибудь побалуйте порадуйте и теперь смотрите мои видео следующие с обзором жесткого диска видеокарты всем счастливых праздников пока